Окрестности пункта пропуска Майоровск минувшей ночью обстреляли боевики, били по жилым домам в посёлке Зайцево. Чудом обошлось без жертв, об этом сообщает в штабе ОТОМ. Под Докучаевском украинские военные сбили вражеский беспилотник и взяли в плен двух боевиков. Все подробности расскажет Руслан Смещук. Украинские оппозиции под оккупированным Докучаевском, взятые армейцами в окружение город с этих высот как на ладони. Отрезать его и превратить в огненный котёл для боевиков военным не позволяют Минские соглашения. Поэтому пока позиционное противостояние. На тих терриконах часто работают снайпера. Наши бейцы ведь работают. Протиснайперские приёмы. Антиснайперские приёмы это в том числе и вот такой крупнокалиберный пулемёт. Всё равно боевые готовности заряжены. Был снайпер, просто простреливав, чтобы не вражал наших товарищей. Чтобы напугать грубо говоря. Так его далеко не могу бачить. Ну напугать можно. Калибр позволяет напугать. Пару раз хватает, думаю, что калибр то крупный. Боевики часто используют крупнокалиберные пулемёты и реактивные гранаты. Открываю огонь. Наибольший СПГ, ДШК. Мы даём им витой. И они замыкают. Если с одной позиции ведут огонь, с другой позиции спостерегаю их наблюдателя. Пока работаем на позициях, с нами делятся успехами. Недавно зенитчикам удалось сбить возвращающийся с разведки беспилотник противника. Пролетал беспилотник. Нам дали команду его сбивать. Мы его сбили. Напевно назад. Потому что летел в сторону сепаратистов. Три кратких очереди. А ещё здесь взяли в плен двоих боевиков при достаточно необычных обстоятельствах. У них бывают такие случаи. Люди проигрывают в карте. У них появляются долги. Ну и им ставят задачу. Пройти по минному полю. Пройти на наши позиции. Проверить. Проверить. Вернуться назад. Не повезем. Не возьмем. Таких случаев два было. Один пришёл. Взяли. Передали. Другий пришёл. Взяли. Передали. Оба пленных украинские граждане из Донецкой области. Сейчас ими занимаются следователи СБУ. Руслан Смещук, Вадим Ревун и Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер.